Первый и единственный в России, самый яркий, самый музыкальный, телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Итак, друзья, 10 часов 32 минуты в Москве, это телерадиоканал «Страна-ФМ». Как обещал, я вернулся, вернулся не один. Наконец-то, Наташа, наконец-то мы тебя видим. Доброе утро, насколько я опоздала в уфе. Давай не будем говорить. Я всегда так, когда слышу, что вот, наш гость опаздывает в эфир, стоит в пробках. Я всегда так страшно нервничала и переживала, думала, не дай бог в такой ситуации оказаться. Так что это мой первый раз. Ты слышал, я об этом говорил сегодня, нет? Слава богу, я чуть-чуть сказал совсем. Наталья Подольская у нас в гостях, друзья, еще раз напомню. Да, бурный аплодисмент, конечно, Наташа, спасибо, мы тебя ждали, спасибо, что пришла. Мы тебя ждали, смотри, мы тебя ждали очень сильно, кстати говоря. А, ой, какие знакомые лица. Мы тебя ждали, Наташа. Знаешь, куда бы я ни пришла, первым делом всегда привет, как дела, а где Вова? Или на концертах меня объявляют исключительно представительницы известной семьи, там, жена, певица. И вот всегда, куда бы ни пришла, ушки Вовы за мной торчат. Слушай, ну потому что все привыкли, что у вас такая очень серьезная и хорошая семейная история, на самом деле. Серьезная семья, да, серьезная. В плане семейности, я сегодня смотрел Инстаграм, ты поешь на сцене, мелкий колбасится за кулисами. Да, да, помогал вами. Поэтому, ну как, вы же неотъемлемая часть, абсолютно. Песня «Феникс», которая вышла совсем недавно. Это твой новый трек, он вышел 13-го числа в пятницу. В пятницу, 13-го сентября. Тебе не страшно было выпускать 13-го в пятницу новое свое творение? Когда мы планировали выпуск трека, я абсолютно еще не знала, что это будет пятница. Я просто знала, что это 13-е сентября. А потом, конечно, удивилась. Но я, если честно, не верю в такие вещи. Я абсолютно не верю. Я верю в Бога. Вот, поэтому вышло и прекрасно, отлично. А сентябрь, такой месяц в этом смысле очень насыщенный. Потому что люди вернулись в работу. И очень много премьер, очень много выпускают наши коллеги песен. Ну, в том числе и я. Песня «Феникс», автор Кирилл Павлов. Это шикарный автор. Я просто так рада, что я его обрела. Потому что он пишет очень красивые песни. Например, он же автор песни «Слушай тишину», и «Ты у меня одна», Володя Песнякова. Да-да-да. Моей песни проиграл. И талантливый, безумный автор. Ну, вот смотри, то, что это очередная песня, новая совершенно, это уже понятно. Кстати, друзья, заходите. На цифры же везде есть, да? Да-да, везде. Apple Music, и везде все. Заходите, качайте, стримьте. И вот это вот все, что называется. Стримьте, это новое слово, да. Стримьте, я правильно сейчас скажу? Я сам не знаю. Это очень правильно, да. Да, это самое важное, что сейчас нужно делать с песней. Это ее стримить. Для того, чтобы не качать, кстати. Намного проще. Слушай, я посмотрел, опять же, в твоей институте как-то вот в течение долгих дней, так вот достаточно, мне показалось, строгательно ее вот представляла своим подписчикам, своим фанатам, да, своим покоям. Это какая-то особенная песня для тебя? Ты понимаешь, каждый раз, когда выходит новая песня, это как такое рождение чуда для артиста, мне кажется. Во-первых, я вхожу в безумный стресс. Подожди, а стресс почему? Стресс, потому что вот она вышла, значит, ее будут оценивать. Значит, она будет нравиться или не нравиться. Потому что мне, конечно, каждая моя новая песня, и «Феникс» в большей степени, потому что она свежая и новая, мне кажется, что она просто не может не понравиться. Потому что это самая лучшая песня на земле. Вот. И вот этот момент, когда она выходит, и тебе начинают писать комментарии, тебе начинают давать оценку, начинают там отвечать что-то радиостанции, типа «берем, не берем». Это всегда очень стрессовый момент для меня. И буквально вот до слез. Ну скажи, вот все равно до того момента, она же готова, она еще не вышла, да? Да, она была готова уже весной. Ты кому-нибудь показывала все это? Что сказал Владимир Владимирович, например? Владимир Владимирович. Может быть, Леонид Николаевич что-то сказал, если ты слышал эту песню? У тебя же много таких хороших, правильных, известных людей вокруг. Владимир Владимирович непосредственно всегда участвует в процессе создания песни. У меня были попытки его неучастия, но они всегда очень нехорошо заканчивались. Поэтому он меня записывает в студии. Он лучше всех знает мой голос, он знает, как мной надо управлять. То есть когда ты пишешь вокал, он всегда стоит где-то рядом, да? Он как саунд-продюсер моих песен, и это действительно очень важно для меня, потому что без него я, оказывается, совсем не могу записываться. Вот, я такой пластилин в его руках, капризничаю иногда. Иногда, Вов, ну ты что, ну что это за совок, ну как так можно, я не буду так петь. Что он на это отвечает, скажи мне? Мне интересна его реакция. Что он говорит? Он не обижается. Нет, да, вообще? Нет, 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 нет. Не обижается. Он такой очень с пониманием, ну, девчонки они такие капризные. Ну, то есть он в этом плане не строгий человек абсолютно. Нет, нет, он вообще хороший очень у меня. Ну что, слушай, я думаю, что прямо сейчас, наверное, мы можем эту песню, наверное, запремьерить. Это такое официальное представление, новые песни. Да, у меня был очень интересный опрос в моей инстаграме, когда я предложила отгадать название этой песни и сказала, что это птица. И каких только вариантов не было, но были и те люди, которые отгадали. Феникс. Феникс — это птица, которая погибает и возрождается из собственного пепла. В общем-то, так можно сказать про любовь, про сильную, про чистую, про такую всепрощающую и вечно живущую. Это песня об этом. Я все эти комменты вчера вечером осилил и прочитал до конца. У меня появился еще один подписчик. Он появился давно уже у тебя. Много времени назад. Ну что ж, давайте прямо сейчас, друзья, послушаем. Итак, новая, свежайшая песня, которая называется «Феникс». Наталья Подольская в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Поехали. Итак, друзья, абсолютно... Давайте будем говорить, что это премьера все-таки была прямо сейчас. Такая официальная, потому что Наталья Подольская у нас в гостях. Сегодня рядом со мной. Наташа, еще раз доброе утро. Я тебя хочу поздравить с этой песней. Большое спасибо. Как это называется? В добрый путь и пусть она... Я говорю, пусть моя птичка летит. Да-да-да. Друзья, самое интересное, сейчас звучит песня и звонит телефону Наташи. Ну, кто бы мог позвонить в этот момент? Мне кажется, только один-единственный человек. Владимир Владимирович Пресняков. Ты его называешь ВВП всегда тогда? Нет, я его называю Малыш. А, Малыш действительно прозвучал. Это всегда неудобно, если вдруг присутствуют какие-то люди посторонние. А ты же на автомате это... Или более-менее официальная обстановка какая-то, да? Да, это Малыш. А я такой бородатый дядя. Ну, для меня он Малыш. Что он сейчас интересовался? Чем? Как ты в эфире? Да, я успела, доехала и так далее. Просто позвонил, да, спросить успела ли я. Передавай. Володя от нас большой привет. Спасибо вам. Слушай, ну и что дальше? Трек вышел, да? Я так подозреваю, что будет у нас еще и клип, естественно. Да, да, все-таки, мне кажется, это такая песня, такая яркая и очень повествовательная. В ней есть даже сюжет в тексте. Поэтому должен быть клип. Сейчас вот мы с режиссером на стадии переговоров. И я думаю, что в ближайшее время я его все-таки сниму. Ну вот когда клип ты будешь снимать, в данном случае про другие не говорю, потому что это уже свершившаяся история, да? Вот клип на эту песню будет сниматься. Ты самая активная в этом участии будешь принимать в видеоряде? Либо ты говоришь режиссеру, я тебе доверяю полностью. Ну обычно я люблю доверять профессионалам, потому что считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я певица, я пою, я не лезу в режиссуру, потому что я не очень в этом разбираюсь и понимаю. Поэтому обожаю во время клипов вот это общение со стилистами, которые всегда что-то приносят, какие-то новые удивительные идеи. Для меня, для девочки, это просто глаза загораются, и я там потом с пакетом ухожу после съемок. Новенького чего-нибудь. Вот, и это такой, конечно, творческий, сложный процесс, потому что он творческий, но физически такой тяжелый. Потому что это на ногах, но большое количество времени. А смотри, ты же активно общаешься со своими подписчиками, да? Опять вот этой темой хочу коснуться. У меня волнами, волнами. Ну, я вот смотрел, где ты прям отвечаешь. Вот что люди, которые уже успели послушать, потому что сколько уже? Ну, две недели фактически прошло, да, с релиза этой песни. 13-го это было, сегодня 25-й. Ну, без малого там, 10 дней с копеечками. Что люди вообще, вот в основной массе, что они пишут? Ну, мне кажется, что, как сейчас говорят, в интернете песня зашла. По крайней мере, так мне говорят мои, мой коллектив, люди, которые занимаются этим продвижением в интернете и так далее. Сейчас же все так делается. И, например, в «Одноклассниках» охват был более двух миллионов. Это очень серьезный охват. И все довольны. Поэтому я надеюсь, что ее ждет прекрасная судьба. И была на концерте, буквально в воскресенье, на телеканале «Жара». Был в Вегасе. И несколько людей просто уже поют наизусть эту песню. Это так, блин, безумно приятно. Слушай, ну, мне кажется, это такая главная лакмусовая бумажка, на самом деле, того, что происходит. Если люди уже знают слова, потому что я почитал комментарии там, вот, к постам твоим. И, ну, понятно, что публика у тебя лояльная, подписчики, они же к тебе пришли. Но там нет хейтеров. Да, плохих я, честное слово, блокирую. Так там нет хейтеров у тебя вообще практически. Нет, да, я их удаляю. Ты не успеваешь их прочитать. Зачем ты сейчас? Мы такую хорошую картинку уже раскрасили. Вот, знаешь, я искренне не понимаю, почему человек может действительно зайти и написать какой-то плохой, отвратительный комментарий к известному, к публичному человеку. Вот в лучшем случае пройди мимо, в худшем просто, не знаю, не подпишись. Зачем делать гадости неприятные, доставлять эмоции. Ну, есть такая категория людей, которым хочется, вот, понимаешь, опять же, по природе человеческие, да, как-то негативные всякие вот новости, они же заходят сильнее, да, чем какие-то хорошие, добрые слова. Я не знаю, зачем гадости человеческие. Ну, у тебя, слава богу, их нет. По поводу альбома хотел тебя спросить. Ты же намекнула как-то вот за эфиром, что, возможно, он уже скоро и выйдет. Да, очень скоро накопилось уже достаточное количество песен за последних пару лет, и в октябре или в ноябре выйдет альбом. Как он будет называться? Какие песни? Ну, песни, которые выходили до этого. Да, песни, которые выходили до этого, это и проиграл, и Феникс, и песня Землянин, и песня, я ее на самом деле называю Агатой Кристи, хотя она называется как на войне. А, понятно, почему, да, да. Предыдущий трек, да. И, ну, накопилось уже материала, и будет новая песня тоже. Вот я хотел спросить, новая песня, которая еще нигде не выкладывалась. Да, да, еще даже не записана. А, то есть она готова вот где-то... Да, да, она лежит в столике. Сейчас ящичек открою и запишу за этот месяц. Слушай, Наташа, смотри, я же тоже смотрел всего и давно слежу уже, Артемий Владимирович. Он же активный молодой человек. О, более чем. Более чем. Да. Вот скажи мне просто интересно, правда, знаешь, это как мамский вопрос, а у меня папский вопрос. Да, 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 просто интересно. Давай, пообщаемся на эту тему. Вот вам с Володей уже понятно, что ему вот, ну, у него же мощнейшие гены, да, ему уже никуда не деться. Или, в принципе, еще есть какие-то варианты? Ты знаешь, мне его немного жаль в этом смысле, потому что, так как он, ребенок своей семьи, то от него уже очень многого ожидают. Вот даже твой вопрос, он предполагает того, что от него ожидаются чего-то такого очень мощного и сильного. А я не знаю, как сложится. Посмотрим. Сейчас могу сказать, что Тема очень активный, и ему нравится все, что связано со спортом. Он ходит на батуты, ему очень нравится футбол, он очень любит танцевать. Что касается пения, пока он просто орет. Очень громко. Ему сколько полных лет сейчас получается? Четыре. Четыре года, да. Он просто орет все подряд. Ну, кстати, музыкально и ритмично он это делает, но мелодией пока не пахнет. Только такая читка. Мы ракуем. Ну, я где-то видел, там, какие-то видео были, он с папой там на клавишах что-то, они пытаются там делать, да? Ну, да, да. Он обожает играть на пианино, нажимает на кнопочки, а там музыка, ему очень нравится. Ну, вот скажи, вы как родители, вы единогласны в том, кем бы он мог бы стать? Я поповеду его музыкантской истории. Очень рано еще об этом думать. На данный момент Тема ходит в садик полдня и занимается на батутах. И вот мы очень любим с Вовой брать его на работу. С собой на работу. Вот я это же часто вижу все время, я же говорил. Вы поете на сцене, как артисты, и он за кулисами там обязательно стоит. Если это не съемка, а просто какой-то концерт, то Тема часто бывает и на сцене, а не только за кулисами. Делает это с удовольствием, и он абсолютно уверен, что он работает, что он помогает родителям зарабатывать деньги. То есть он свято в это верит, да? Да, да, он очень это любит. Да, потом он рассказывает, например, если он у папы на концерте, а меня нет, как он папе помогал. Ну, мы ему это все, его поддерживаем, говорим, Тема, без тебя бы просто ничего бы не было. Вот, и вчера вот он был со мной на съемке. И в инстаграме, в сторис я выложила, как он мне помогал. Как он мне помогал. Ребенок все движения за балетом повторял. Просто от души. Это просто потеха, конечно. Ну, с папой он выходит не только на сцену, но и на плечах иногда. И мы такое не раз видели. Мне кажется, он привык, и для него это такая обычная история, если другие люди... Ну, они как-то, да, так... Ну, Тема обожает ездить с нами на работу, и просто для него это тоже событие. Мне кажется, он к социуму адаптирован вообще на 100%. Адаптирован, да. Я почему спросил об этом? Потому что многие артисты говорят, да вообще никогда, не дай бог, мой ребенок станет... Это такой тяжелый труд. Это же просто невозможно. Любой труд тяжелый. Гастроли и вот это вот все, перелеты и так далее и прочее. Любой труд тяжелый, особенно если этот труд потом сопровождается успехом, и человек становится успешным. Работать тяжело. Зарабатывать еще тяжелее, зарабатывать деньги. Поэтому я абсолютно не против, чтобы Тема был артистом. Более того, я бы этого хотела, потому что я могу его поддержать, подсказать. Я знаю все это изнутри и куда-то направить. И Вову, соответственно, тоже. Поэтому не представляю, если бы мой ребенок стал банкиром, например. Ты знаешь, вот и я, и мы все, наверное, тоже с трудом как-то представляем. Наташа, у нас 30 секунд буквально остается. Последний вопрос. Я не могу спросить, вы не планируете с Вову испеть какой-нибудь фит? Я думала, сейчас скажет ребенка еще. Еще рано, это следующий эфир будет уже. Да, мы планируем. Даже уже есть песня, и она уже записана. И просто там какие-то последние стадии аранжировки, сведения. И скоро она появится. Вот, слушай, это очень круто. Мы поэтому не ставим точку, поставим запятую. И вот с новой совместной песней мы вас уже здесь вдвоем ждем. Спасибо. Договорились? Спасибо большое. Наталья Подольская была у нас в гостях. Наташа еще раз с премьерой. Спасибо, что пришла. Пока. Спасибо, пока. Спасибо, что у нас в гостях.